добрый день с вами империя пик через сегодня покажу вам как нарисовать фанеру карандашом а если вас интересует им рисование то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение захотите обучайтесь вместе с нами рисовать будем нашим классным скетчбуке империя пикчера в наборе есть не промыкайка для маркеров но использовать сейчас мы ее не будем потому что рисуем карандашом возьмем карандашик hb и наметим силуэт фанеры она нас будет изображена в перспективе поэтому мы намечаем его таким вот образом с помощью наклонных линий по бокам измеряем расстояние оно должно быть одинаковым и затем уже после того как мы наметили прорисовываем более четкой линии все линии могут будут стремиться на встречу друг другу те которые находятся напротив друг друга так у нас работает закон перспективы мы их начинаем отрисовывать более хорошо четко и ровными линиями затем мы добавляем снизу толщинку не широкую узенькую по двум сторонам затем ластиком мы подправляем какие-то неровности подготавливаем работу к тональной проработки и можем тем же карандашиком начать создавать первый тональный слой который у нас будет в основе у нас должен быть средний серенького тона такой нейтральный и аккуратным раздельным штрихом немного наклоненным по диагонали мы проходимся по фанере не выходя за края пока вы это делаете вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней заходите обучайтесь вместе с нами штриховать мы также можем и по форме фанеры то есть изменяя направление штриха далее мы уже создаем объем с помощью тона нам необходимо создать цвет и тень в тень у нас будет уходить как раз таки вот эта толщиночка которая у нас находится по низу мы начинаем ее набирать карандашиком по плотнее сначала карандашом бы потом для например левой части можем использовать карандаш папы он нам быстрее даст необходимую мягкость удачи необходимый тон за счет своей мягкости мы про штриховываем несколько раз штрихами по форме фанеры посередине прорисуем вот такие вот прослойстые линии более темные показав тем самым фактуру внутри данной фанеры с другой стороны тоже самое мы делаем только можно тон использовать более темный потому что эта сторона наиболее удалена от света чем предыдущая затем мы просто дальний план фанеры немножечко тоже уведем в тоне сделаем потемнее самый светлый будет уголочек который находится ближе всего к нам и нужно наметить также какую-то узор фактуру древесную мы легонечко начинаем штриховать чтобы немножечко отличалась по тону от фонового тона и намечаем такие вот узоры это могут быть полосы также какие-то пятна и пятна в пятнах такие похожи чем-то она на обычный древесный узор подправляем ластиком свет добавляем на уголочек как раз таки большего контраста где-то еще редактируем пятна и вот такая фанера карандашом она с вами получилась прислайте ваши результаты к нам инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на инстаграм в описании к этому видео и я напомню что рисовали мы в нашем классном скетчбуке империя пикчер посмотрите какая классная обложка найти наши скетчбуки вы можете в магазине на валберис империя пикчер по ссылке в описании и на этом я прощаюсь с вами не забудьте поставить лайк написать хороший комментарий подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч